Всем привет, друзья! Меня зовут Антон Шидани, это проект Sport Stories на Девятка ТВ. Мы говорим здесь о кировском спорте с интересными людьми, знающими индустрию спорта изнутри. Первый гость нашего проекта, никто иной, как Кирилл Ложкин, воспитанник кирово-чапецкого хоккея, игрок ряда известных российских, украинских и казахстанских клубов, соучредитель проекта «Хоккейный городок». Кирилл, рады тебя приветствовать у нас. Взаимно. Добрый день. Сегодня, друзья, мы осветим такие темы, как состояние дел в региональном хоккее, выступление кирово-чапецкой Олимпии в первенстве национальной молодежной хоккейной лиги. И, конечно же, обсудим сборную России, КХЛ и вообще все, что творится в глобальном смысле. В игре с шайбой. Ну что же, приступим. Кирилл, хочется познакомить широкую публику поближе с твоей персоной, с твоей фигурой. Расскажи, как ты пришел в хоккей и вообще с чего начался твой путь в игре с шайбой. Достаточно все банально. Увидел по телевизору, когда отец просматривал хоккейный матч «Динамо». Не помню, с кем играли. Мне понравился «Вратарь» и моя сразу детская, так скажем, совсем детская мечта. Стала именно стать «Вратарем». У нас была как раз во дворе коробка хоккейная. Ну и вот оттуда я начинал свои первые шаги в хоккей. А уже по достижению семилетнего возраста он меня привел в секцию хоккея. Вот так вот у меня начался путь хоккея. Самая запоминающаяся история из хоккейного детства. Какая она? Ну и я бы, наверное, отметил их две. Лет, наверное, нам девять, было десять с пареньком, с которым играли в одной команде. Шли мы по проспекту Кирова. И навстречу нам попалась операторская группа АКТВ, Мясного канала. Тогда он уже был. Я даже не помню, с чем было связано вообще тема этого интервью. И, в общем, нас засняли, задали пару вопросов. Мы там про хоккей, естественно, сказали. Вот это вот как-то из детства запомнилось. Вторая история, она связана конкретно уже с хоккеем. Нам было, наверное, лет по двенадцать в Кирово-Чепецке проводился турнир. Гостями турнира был Нижникамск, Сокол-Новочевоксарский, Шсталь. И не приехала, не помню, какая команда. В 85-й год рождения участвовал еще вместо неприехавшей команды. На том турнире мы заняли первое место. И вот самый запоминающийся момент был, когда уже турнир закончился, все. И на ближайшей домашней игре Кирово-Чепецкой Олимпии, тогда они выступали во втором эшелоне российского хоккея, нас поздравляли в перерыве. Меня на тот момент, как капитана команды, вызвали на лед для награждения, там вручали кубок. А я там, шпингалет такой маленький, вышел, полные трибуны. Тогда входил битком, конечно, был стадион на Олимпию. Великие играли наши игроки Андрей Кириллов и Александр Климов, на которых было очень приятно смотреть, на которых мы равнялись. И вот при всех этих трибунах, аж до мурашек по коже, меня поздравили, команду поздравили. Было, конечно, очень приятно. Это запомнилось на всю жизнь. Как хоккей стал твоей профессией? Знаете, я почему-то с самого детства вообще верил и мечтал о том, что я буду именно заниматься профессионально. Как бы, может быть, многие не поверят, но именно с детства, я вообще когда был совсем маленьким, там лет семь, я ходил и говорил там папе, что пап, вот я заработаю и куплю тебе машину. А именно уже, если серьезно, начал так вот понимать, что хоккей – это профессия, наверное, лет 14 в таком переходном возрасте уже, так скажем, начал делать упор именно уже на профессию. Ты олицетворял Олимпию нулевых, да? Пока не начались вот эти все метания, разъезды, пробы сил своих хоккейных скиллов в других клубах российских и за границей, в ближнем зарубежье. Но чем была та команда Олимпия нулевых? Что она из себя представляла? Вы знаете, Олимпия всегда отличалась именно своим характером, несмотря на то, что всегда была нехватка льда, подготовка, да, именно ледовая. Команда Олимпия всегда отличалась именно своим характером, своими нервами, своим желанием. Конечно, с хорошими клубами там, да, было сложно противостоять, но болельщики и ребята, которые играли вместе со мной, они все прекрасно помнят те же игры с Дмитровым домашние. И на выездных матчах мы с этим же Альмитевским как бы играли на равных, так скажем, старались, бились. Поэтому я бы здесь отметил, конечно, характер, который идет со времен вообще самых истоков первой Чапецкой Олимпии. Жизнь после того, как повесил коньки на гвоздь. Давай об этом поговорим. Все ведь пришлось начинать заново? Или все-таки нет? И как ты нашел себя вне любимого дела, вне хоккея? Ну, отвечу так. Конечно, из хоккея уходить тяжело. Это не даст соврать любой хоккеист, который через это прошел. Морально было тяжело, но просто по ряду, так скажем, обстоятельств я принял такое решение. Там и семейные обстоятельства были, да, и ряд последних на тот момент неудач именно в своей личной карьере, да. И все-таки было принято мною решение, что, наверное, пора искать себя в обычной жизни. Вот этот переход, он длился у меня, не соврать, года два. То есть, не буду врать, были предложения. Они, может быть, на тот момент были не такие уже хорошие и острые, да, будем так их называть. Но поиграть еще была возможность у меня. Ну, я решил все-таки остановиться и продолжить жить уже, так скажем, своей обычной жизнью в Кирово-Чепецке. Вторым, так скажем, негативным моментом после завершения, это была финансовая сторона. Потому что, когда ты в хоккее, когда все достойно, когда все стабильно, в общем, ты не задаешься вопросом, да, где их взять, что купить и так далее. То есть, вот этот момент был вторым, таким, скажем, серьезным. Потому что нужно было привыкать, так скажем, к другим деньгам. Это проект «Спортсторис» на Девяткой ТВ. У нас в гостях сегодня Кирилл Ложкин, воспитанник Кирово-Чепецкой Олимпии и соорганизатор проекта «Хоккейный городок». Кстати, о нем мы сейчас и поговорим. Но, сперва, вопрос вот о чем. Чего, на твой взгляд, не хватает игре с шайбой здесь у нас, в Адском крае, для того, чтобы выйти на качественно новый уровень и конкурировать, конкурировать, подчеркиваю, а не создавать ореол того, что мы все умеем, все знаем, и вы в наши дела не лезьте, как делают у нас хоккейные функционеры, другим регионам, собственно говоря. Ну, я бы отметил прежде всего, и это основополагающее, хоккей – это инфраструктура. То есть, это именно тот фундамент, который должен закладываться с детства. То есть, на сегодняшний день, к сожалению, нет должного финансирования, прежде всего, детских школ. То есть, все идет опять от денег? К сожалению, да. Пляшем от печки, это финансирование? Да, это, так скажем, можно много говорить об этом, но я все-таки считаю, что нет у нас инфраструктуры той, которая должна быть. Отсюда идет, естественно, нехватка ледовой подготовки, отсюда вытекает, так скажем, нехватка именно обучающего процесса для тренеров, то есть, да, выездные какие-то, местные тренинги, то есть, повышение квалификации тренеров детских школ. То есть, это все в совокупности. Это, на самом деле, хоккей – это большая структура, это большая жизнь, в которую не просто там пришел, погонял во двориша ему. Нет, это именно подготовка, это именно подход с умом. Нет у тебя ощущения, что в Кировском, говорю в плане региона, хоккейном хозяйстве одна единственная такая самая, наверное, остро ощущаемая, злободневная проблема на данный момент, вот конкретно сейчас, на февраль 22-го года, когда люди просто воюют друг с другом в попытке урвать жирный кусок, да, оторвать там бюджетное финансирование, положить деньги себе в карман, но не решение конкретных вот задач, которые позволяли бы проблемы хоккея, хоккейного хозяйства решать там через 5-10 лет даже. Каждый тянет одеяло на себя, нет единства, нет сплощенности, и да, все понимают эти проблемы, да, все понимают эти сложности, но опять-таки у нас одни индивидуалисты и неспособность работать в команде. Ты знаешь, я на этот вопрос отвечу так, я не эксперт в этих вопросах, но большая доля правды в твоих словах есть, потому что, как уже сказал ранее, ну, не добиться хорошего результата, если будет каждое дело тянуть на себя. Тут именно нужно объединяться, именно нужно общаться, планировать и совместно достигать, так скажем, поставленных целей. Давай продолжим наше интервью. Ты соорганизатор такого замечательного проекта, как «Хоккейный городок». Что он из себя представляет? Расскажи о своем детищу. Небольшой спортивный комплекс с мини-коробкой хоккейной, порядка 180 квадратных метров, в закрытом помещении. То есть, прежде всего, идеей, так скажем, нашего проекта с моими ребятами, с которыми сейчас продолжаем развивать этот проект, в котором я участвую, это было прежде всего возможность дать нашим детям, по большей части именно детям, возможность кататься на льду, на коньках, на льду, повышать и улучшать свои навыки, то есть, это ребятам, кто постарше. Но первоначальной задачей и идеей было именно открыть коробку для начинающего поколения, которых встают первый раз на коньки, потому что ни для кого не секрет, что то количество часов, которое выделяется у нас в школах, на мой взгляд, его мало. Катастрофически мало. Дети должны кататься как можно больше на коньках. Проект открыт, существует уже второй год, достаточно хорошо идет развитие, динамика. И, так скажем, самым большим доказательством этому служат улыбки и азарт детей, которые занимаются у нас, которые приходят с открытыми ртами, смотрят на те упражнения, которые им показывают тренера. Вот это и есть, так скажем, достижение тех задач, тех целей, которые мы для себя ставили. Двигаемся дальше. Родной для тебя клуб «Олимпия». Сейчас это молодежный хоккейный клуб, молодежная хоккейная команда. После продолжительного достаточного перерыва, вызванного нехваткой финансированием и пресловутым коронавирусом, вернулась на орбиту НМХЛ. Участвует в первенстве, играет неплохо, мы об этом тоже еще поговорим. Я хочу спросить тебя вот о чем. Ты все равно остаешься хоккейным человеком, наверняка следивший за играми «Олимпии». Возвращение в НМХЛ, как болельщики должны это воспринимать? Как некий прорыв, да, или все-таки как данность? Вы знаете, для каждого это будет по-своему. Лично для меня я бы это назвал, наверное, пусть не прорывом, но это хороший результат, хорошее достижение нашего клуба, то, что мы смогли вернуться именно в профессиональный спорт. Если, конечно, сравнивать с теми результатами, которые выдавала раньше в свое время «Олимпия», то сейчас мы в такой находимся яме спортивной, но ребята, которые сейчас, бывшие мои коллеги, с кем играл Алексей Димаков, в том числе в тренерском составе, не побоюсь этого слова, они творят историю. Молодцы. И, может быть, забегая вперед, я скажу, что та игра, которую показывают на сегодняшний день «Олимпия», сегодняшний день, достаточно хорошая игра, продуктивная, агрессивная, стараются забивать. То есть вот это и не хватало нам в играх в начале чемпионата. В силу своей занятости я, конечно, не могу детально следить за чемпионатом, но где-то бывает свободная минута-полторы, просматриваю просто голы, какой-то обзор смотрю, и видно, что ребята играют с большим желанием и зрелищный хоккей. То есть, на твой взгляд, Алексей Димаков, Юрий Игоревич Култынов смогли создать боеспособный коллектив, радующий качеством хоккея, игровой моделью, вызывающий восхищение. И у этого коллектива есть перспективы, есть будущее. Несомненно. Продолжаем тему «Олимпии». Упор в комплектовании команды нынешнего образца сделан на собственных воспитанников. Парни из других регионов, с опытом игры в том числе, и в МХЛА, так называемый, в элите МХЛ, и в НМХЛ, такой точечный, их берут на конкретные позиции, на конкретные роли, с конкретными задачами. Это правильно? На мой взгляд, да. Почему? Потому что, несмотря на то, что НМХЛ считается профессиональной уже, так скажем, лигой, это все равно молодежный хоккей. То есть, это некая ступень между детством, юношеством и уже профессиональным взрослым спортом. Поэтому здесь именно правильно, что упор сделан на местных воспитанников, да, потому что, ну, кого нам воспитывать, если не своих, кого поднимать. Поэтому, абсолютно верно, я всеми, так скажем, своими конечностями за такое решение команды, клуба, вот, нужно возрождать традиции Кирово-Чемпионской Олимпии, воспитывать хороших игроков, в принципе, чем и славилась Олимпия. Нужны нам нужны новые Мальцевы, Трефиловы, Перетягины и Хайрулины нужны, и Рыловы нужны новые. Конечно, 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 мы только обеими руками за такое комплектование. Попадание в плей-офф Кубка регионов. Будет ли считаться успехом? Или все-таки аппетит приходит во время еды, и захочется пройти там не один раунд плей-офф, может быть? Может быть, многие со мной не согласятся, но я все-таки считаю, что это будет считаться успехом. Объясню почему. Потому что сформировать команду с нуля на базе своих воспитанников, потому что достаточно много ребят, которые еще, условно, вчера, в прошлом сезоне играли в ЮХЛ, с таким составом молодым, скажем, необъезженным, попасть в плей-офф, повторюсь, те результаты, которые показывают последние месяцы наша команда, они восхищают серьезно, и я считаю, что все-таки это большая заслуга тренерского состава. Поэтому это будет очень хороший результат, если наши выйдут в плей-офф, и там покажут более зрелищную игру. Отмечаем мы в очередной раз с Кириллом успешную, кропотливую, вдумчивую, а самое главное, отвечающую современным реалиям хоккея, работу Юрия Култынова и Алексея Димакова. Чебецких парней ждем здесь у нас в гостях совсем скоро. Я думаю, что интервью на Девятке ТВ наставники Олимпии обязательно дадут интересное, ну и в первую очередь, наверное, такое продуктивное, да, в том смысле, что расскажут, как команда формировалась, как трудности преодолевались, все будет, что называется, потерпите, друзья. Двигаемся дальше, друзья. Переходим от дел Кирово-Чепецкой Олимпии, да, от темы того, как она выступает в Национальной молодежной хоккейной лиге, к тому, собственно говоря, что олицетворяет весь российский хоккей, я имею в виду КХЛ и сборную России, конечно же. Тема животрепещущая и вот, что называется, наболела, как у человека, который следит за хоккеем, не знаю, разделяешь ли ты мое мнение, КХЛ остановкой сезона. Просто наплевало на собственный имидж, ты согласен? Сначала это все подавалось. Более да, чем нет, будет ответ. Почему? Потому что, ну, несмотря на то, что Олимпийские игры являются самым престижным, да, вообще у нас турниром и соревнованием, свой внутренний чемпионат, мое мнение, да, забывать и, так скажем, останавливать нельзя. Потому что, да, согласен, сборная – это, так скажем, та вершина, к которой стремятся все спортсмены. Но это не означает, что другие спортсмены, которые в сборную не попали, должны сидеть у телевизора с семечками и смотреть этот турнир. Они должны дальше продолжать свой внутренний чемпионат, они дальше должны доказывать своей работой, своими тренировками о том, что они тоже туда могут попасть. Поэтому остановка чемпионата, на мой взгляд, это абсолютно неправильное решение лиги. Олимпиада – это не фарс в сложившихся условиях. И болеешь ли ты за сборную, не буду называть ее Россией, сборную ОКР, мужскую, на турнире сейчас? Ну, Олимпийский турнир, он никогда не был фарсом. Я бы наоборот даже сказал, в нынешних условиях и в нынешней ситуации вообще в мире с этой пандемией проведение Олимпиады – это как глоток чистого воздуха, глоток радости, что можно последить за выступлением наших спортсменов, спортсменов других стран. То есть проведение Олимпиады, про это никто не говорит, что это плохо. Конечно, это надо проводить и с точки зрения спорта, и с точки зрения болельщиков. То есть это хороший, достойный турнир, мероприятие. Что касается моего отношения к сборной нашей страны по хоккею, на мой взгляд, может быть, многие со мной не согласятся, а кто-то может и согласиться, что, повторюсь, мое субъективное мнение, что нам не повторить результат прошлогодней Олимпиады. Состав не настолько сильный, какой был на прошлой. Удачи им пожелать. И в любом случае мы будем переживать, будем болеть. Мы хотим, чтобы наши победили, наши выиграли эту Олимпиаду. Поэтому будем переживать. Удачи сборной, сформированные по принципу, играешь в ЦСКА, выходишь на лед, мы тоже желаем. В любом случае, они представляют нашу страну на мировой арене, на Олимпиаде в Пекине. Друзья, в гостях у Sport Stories, это спортивное шоу на Девяткой ТВ, был сегодня известный хоккеист, воспитанник Кирово-Чепецкого хоккея, бывший игрок Олимпии, ряда российских, украинских и казахстанских клубов, соорганизатор проекта «Хоккейный городок» Кирилл Ложкин. Кирилл Александрович, очень рады, что ты пришел. Спасибо большое. И огромная тебе благодарность за наш конструктивный, интересный, динамичный и моднейший диалог. Увидимся, друзья. Меня зовут Антон Шидания, Девятка ТВ. Всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok